Больше знаний и больше творчества. Для подрастающего поколения строятся новые учебные заведения. Министр просвещения и воспитания Наталья Семенова подвела итоги работы отрасли за 2020 год и поделилась планами на будущее. В прошлом году введена в эксплуатацию школа в Ленинском районе, рассчитанная на 1100 мест. С современным пунктом питания, больше напоминающим кафе, нежели столовую. С оборудованными классами, концертным залом и научными лабораториями. В этой школе серьезно занимаются научной деятельностью, поскольку участие принимает и наш педагогический университет. Это тоже на наш взгляд важно. Новая школа появилась и в Теренге Ульяновской области. Получать знания в ней будут 300 учеников. Губернаторский лицей в Заволжье продолжает пополняться гаджетами и необходимой техникой. Акцент ставится на техоснащение. В образовательном учреждении готовят будущих инженеров. Закуплено оборудование для планетария. И дальше мы продолжаем оснащать данную школу в рамках инженерных компетенций. Это тоже важно, поскольку мы все с вами хорошо знаем, что наш регион – это регион, стремительно развивающийся именно в технологическом, инженерном плане. Более 70 школ за предыдущие два года обзвелись точками роста. Напомним, это научно-творческие лаборатории, организованные на базе учебных кабинетов. Еще 61 точка роста появится в этом году. В 2021 начнется и строительство первого в Ульяновской области центра для одаренных детей. Он будет располагаться в Чердоклинском районе. Вместе с этим продолжат модернизировать центры детского творчества. Один из них – центр номер два в Засвияжском районе – также растет и развивается. Полторы тысячи учеников получили возможность заниматься в новых кружках. В классе робототехники ребята конструируют и буквально оживляют киборгов. А в фитнес-зале дети танцуют и занимаются гимнастикой. Мы дополнительно получили еще современное оборудование по учебной дисциплине – электроника, радиоэлектроника. В нашем центре всего создано 150 новых высокооснащенных учебных мест. В 2021 педагогический состав подал заявку на создание новых мест и направлений. В планы коллектива входит создание кружка астрономии, академии для самых маленьких и вокальной студии. В модернизации центра входит программа федерального проекта «Успех каждого ребенка». Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ.